Какие впечатления от первого опыта совместного сбора с лыжниками? Как вообще настроение к концу сбора? Да в целом, мне все очень нравится. Даже как-то сбор очень быстро прошел. Осталось буквально порядка трех-четырех дней, и сбор уже закончится. Думала, что под конец будет уже хотеться вернуться обратно домой, но все настолько динамично, что время проходит незаметно, и хочется, наоборот, продлить этот период времени. Чья это была идея, ваша или Михаила Викторовича? Ну, это, наверное, наша совместная идея. Конечно, я настаивала на этом. Оставалось только согласовать это именно с Юрием Викторовичем, этот вопрос. То есть у меня эта идея возникла уже в конце прошлого сезона, что если будет возможность, то я бы с удовольствием хотела поработать именно с этой группой. И я очень рада, что это получилось сделать. План на сбор вам Шашилов писал или как-то непосредственно Юрий Викторович Бородавку принимал участие? Нет, вообще к плану Михаила Викторовича не имеет никакого отношения именно на этом сборе. То есть он знает всю работу, которую я выполняю. Но с первого дня, как я сюда приехал, я выполняю строго тренировки только по плану лыжной команды. То есть с первого дня, как я здесь, все тренировки оглашал Юрий Викторович. Ну, естественно, я их выполняю. Все пульсовые режимы, то есть все по заданному плану, по которому работают здесь ребята. Вообще, я слышал, что по стилю работы и принципам Шашилов и Бородавка очень похожи. То есть действительно ли это так, действительно ли они единомышленники? Ну, в целом, да, потому что очень много похожих тренировок и сам подход в тренировках, они очень, то есть очень близко к тому, что мы делали. Плюс у нас был совместный сбор в Крыму, то есть мы достаточно часто где-то пересекались на велосипедных тренировках. Вот, и у нас очень похожие тренировочные планы, похожая силовая работа. То есть для меня, наверное, это, так сказать, не было каким-то удивлением, да, именно в плане на тренировочные нагрузки. Есть, конечно, небольшие отличия. В любом случае, у лыжной команды намного выше функциональная подготовка, и этому уделяется больше времени. А в целом, все, все похожее мы выполняли. В команде, как вас приняли? Кто-то из спортсменов давал какие-то советы в ходе сбора? Вообще, как отношения было? Ну, на самом деле, очень такая дружная команда, то есть с девчонками, я и с ребятами с кем-то немного общалась, с кем-то, ну, то есть знали друг друга заочно. Всегда готовы были меня поддержать, там что-то показать, рассказать именно по трассе, потому что я первый раз в Малиновке, то есть там просмотр трассы, имитационного круга, бегового круга. Да, некоторые ребята могли, когда видели, когда мне было в некоторых тренировках тяжело, там давали какие-то советы в техническом плане, вот, что очень приятно. Общались ли с самыми именитыми нашими лыжниками, Большановым, Непряевым, в принципе, как они? Ну, мы находимся здесь все в одной команде, конечно, мы общаемся, ну, с Александром Большановым не так часто, то есть в любом случае у ребят тренируются намного сильнее, то есть где-то находимся рядом на некоторых упражнениях в силовой тренировке. С Натальей Репляевым, ну, с девчонками, конечно, ближе, то есть некоторые тренировки совместные проводим, то есть где-то удается подержаться, то есть тренировки кроссовые, тренировки, где можно просто побегать, что-то обсудить, какие-то моменты, поделиться какими-то впечатлениями, то есть все как в обычной команде. В Малиновке нет стрельбища, как вы восполняли недостаток стрелковой подготовки на столь длительное время? У меня с собой есть пневматическая винтовка, вот, B7-5, получается, но она без газового баллона, то есть просто винтовка, она утяжеленная, максимально приближенная к винтовке моей и максимально подогнана, чтобы я могла работать и лежа, и стоя, то есть полностью все размеры, чтобы все было максимально приближенно к моей винтовке, то есть я могу работать только в холостом треннеже в комнате. Какие у вас планы на летние старты, потому что их будет много в этом году, и Сочи, и Раубич, и Чайковский, где планируете выступать? Ну, на самом деле, по нашему плану, который выстроен, мы хотим принять участие во всех соревнованиях, то есть это соревновательная практика. В прошлом году у нас получилось пробежать все гонки на чемпионате мира на летнем плюс чемпионат России, полная программа, и в этом году будет гонок чуть больше, но в любом случае нет лучшей тренировки, чем соревнования, поэтому я думаю, что мы примем участие во всех гонках, которые будут возможны летом. Ну, все, естественно, будет зависеть от состояния здоровья, но в планах пробежать все гонки. В Кубке России все спортсмены будут выступать за свои регионы, а вот в Кубке Содружества будет выступать сборная страны, причем будет несколько команд, как распределять будут еще пока неизвестно, но у вас есть пожелания, с кем бы вы хотели оказаться в команде или быть одной командой вот среди тех девушек, которые тренируются у Шашибова? На самом деле, я вообще не вдавалась в этот вопрос и даже не представляю, как это будет выглядеть, сейчас вот вы сказали об этом, и я даже не знала, в принципе, я слышала о том, что на каких-то соревнованиях будет участвовать именно только сборная России, те, кто готовятся на централизованной подготовке, то есть я даже не знаю, очень такой сложный вопрос для меня, потому что даже не было как-то возможности подумать об этом. Ну, вы в курсе насчет того, что обещают хорошие призовые на Кубок России для спортсменов, то есть вплоть до 250 тысяч рублей за победу в гонке? Не знаю, примут ли этот проект или какой-то другой будет, но то, что мотивация у вас будет, вот насколько это важный фактор? На самом деле, я слышала о том, что, возможно, будут какие-то призовые на Кубки России, но на самом деле, мы все-таки надеемся на то, что, возможно, при каком-то раскладе мы сможем участвовать в международных стартах, и мы готовимся независимо от того, будут ли призовые на Кубках России, потому что мы готовимся к сезону в целом. Если они будут, если их не будет, ну, в принципе, ничего не меняется от нашей подготовки к сезону. Это, наверное, будет просто приятным бонусом, поэтому поживем, увидим. В целом, для себя какие цели намечаете на предстоящий сезон? Понятно, что загадывать сложно в нынешней ситуации, но все-таки, что бы хотели? Ну, наверное, это реализация себя и в любом случае стать лучше, чем я была в прошлом сезоне, то есть по отношению к себе добавить в определенных компонентах, и если будет мой рост, то, естественно, будет и рост результата, это покажет соревнования. У вас в группе тренируется, можно сказать, новичок в биатлоне Наталья Шевченко-Мегрюхова. Как у нее получилось войти в коллектив и насколько, в принципе, у нее складываются взаимоотношения с винтовкой? Ну, Наталью мы знаем уже давно, потому что у нас, когда был год с пандемией, Наталья с нами тренировалась, начало сезона, потом она была в группе Юрия Викторовича Бородавка, то есть мы ее знаем уже на протяжении трех лет, плюс она очень близко общается с Анастасией Шевченко, поэтому для нее вообще никаких трудностей не возникло в лицах коллектив. Ну и плюс, конечно, она видит сразу большие различия между лыжными гонками и биатлоном. Сейчас ей все очень интересно, то есть она поглощает очень много информации, очень много нюансов, потому что когда ты начинаешь только впервые работать с винтовкой, много информации, много каких-то новых моментов, что, наверное, как-то у нее это проходит в таком позитивном ключе больше. Недавно пришла трагическая новость о том, что случилось с Игорем Малиновским. Вы наверняка с ним пересекались еще, поскольку вы ровесники, пересекались давно в юниорской команде. Насколько это, скажем так, сильным было для вас потрясением и насколько вы хорошо были знакомы с Игорем? Ну, на самом деле, это было очень таким тяжелые пару дней для меня, когда я, в принципе, узнала о том, что его ротолет пропал. Была очень большая такая надежда на то, что все обойдется. И очень тяжело даже сейчас говорить об этом, потому что с Игорем мы были знакомы, то есть буквально там с 16 лет мы поехали. Первые соревнования – это был международный олимпийский фестиваль, детские игры. И мы все тогда познакомились именно на этих соревнованиях. Это был наш первый международный старт, где, в принципе, началась наша такая, как сказать, международная карьера. Мы были все молоды, все было впервые, и мы знакомились с этим впервые совсем. И он был, то есть таким заводилой нашей команды по тот момент, сколько мы выступали. То есть все юниорские старты Европы, первенства мира, мы прошли с ним, то есть всегда были на соревнованиях вместе. С командой, конечно, он тренировался больше с командой, я тренировалась с регионом, но на всех соревнованиях именно международного уровня мы всегда были вместе. Поэтому много моментов, конечно, связанные с ним, и до последнего была надежда, что все обойдется. И уже здесь, то есть ребята спрашивали, когда узнали о том, что, знали ли я какую-то информацию, мы ждали, когда закончатся поиски, и как раз я пришла с тренировки. И следующие два дня были очень эмоционально тяжелыми, потому что, когда ты знаешь человека близко, хоть и сейчас там в последнее время, то есть в прошлом году я видела его на, то есть он был с нами на Кубке мира в Оберхофе, вот, и, ну, то есть немножко там полгода связь мы уже так сильно не поддерживали, но в любом случае я следила за ним в Инстаграме, потому что он выкладывал очень много контента также с полетов. Вот, и, в общем, все это так тяжело перенесли, все друзья, близкие, потому что Игоря очень много кто знал, очень много. Поэтому для нас это всех большая трагедия. Сейчас вы в своей группе одна из самых опытных спортсменок. Вот каково это пройти буквально за 2-3 года путь от новичка сборной до уже спортсменки, на которую ориентируется молодежь? Ну, на самом деле я не скажу, что я это как-то прям очень сильно ощущаю, да. Единственное это то, что когда в прошлом году я была на Кубке мира одна из самых молодых участниц, а сейчас я в команде, можно сказать, самая старая, за год все поменялось очень сильно. Вот. Как сказать, время идет, все меняется. Естественно, что сейчас уже находясь, то есть уже в статусе серебряного призера Олимпийских игр приходится, ну, то есть намного больше требований к себе проявлять. Поэтому, наверное, вот в этом плане поменялось, конечно. У вас никогда за последнее время не было мысли, как у некоторых наших спортсменов, о том, что если отстранение от большого спорта будет надолго, то, может быть, стоит поменять гражданство и попробовать выступать за какую-то другую страну? Ну, поменять гражданство, я думаю, что это не выход, и в любом случае все разрешится, и мы вернемся в международную арену, поэтому таких мыслей, ну, по крайней мере, у меня точно не возникало. С иностранными коллегами общались в последнее время с кем-то? Как они вообще реагируют на это? Нет, на самом деле ни с кем не общались, то есть как-то все контакты оборваны. Ну, и в принципе, наверное, так как я находилась на Кубке Мира только два сезона, первый сезон был такой ознакомительный, и уже в прошлом сезоне у меня получалось с кем-то поговорить из иностранных спортсменов, ну, то есть какое-то неформальное общение. И, то есть, у меня не было с кем-то таких очень плотных контактов со спортсменами, которые выступают на Кубке Мира, чтобы мы могли с ними переписываться. Где-то в социальных сетях. Английским на сколько вы владеете? Базовый уровень есть? Ну, то есть, в принципе, я смогу понять и смогу что-то объяснить. Но, как сказать, разговаривать, как разговариваю на русском, без остановки, будет мне крайне сложно. Но, в принципе, я могу, ну, то есть я понимаю, когда о чем идет речь, и мне нужно чуть больше времени, чтобы сформировать, сформулировать свое предложение на английском языке. Если говорить, что предстоящий сезон все-таки придется проводить в России, вот можете ответить на такой вопрос, что бы вы изменили в Кубке России, чтобы он стал лучше, интереснее, ярче? Вот просто как человек, который изнутри там задействован. Наверное, основное, это главное, чтобы были болельщики, чтобы это было, как было в Тюмени, как было в Уфе. То есть ребята, которые выступали на Кубке России до этого, ну, то есть выступали до этих двух этапов, они тоже были в Уфе, они рассказывали, насколько было все грустно и печально, потому что, то есть показывали, во-первых, это показывали по телевизору, была развлекательная программа, было очень много людей, и, естественно, это заряжает, и спортсменов заряжает, то есть на хороший результат, на хорошую борьбу. Поэтому это, наверное, основное, чтобы было всем весело, чтобы люди получали удовольствие, чтобы это было в формате праздника, как это проводили раньше, до пандемии, на Кубке мира. А в России, я думаю, это могут провести еще лучше. Ну, будем на это надеяться, что все этапы Кубка России, они, кстати, будут все показаны по телевидению, это уже заключено соглашение, и будем надеяться, что пройдут на столь высочайшем уровне, и российскому биатлону удастся этот уровень сохранять, и после того, как вы вернетесь на международную арену. Да, будем надеяться, но, конечно, сложно. В том плане, что когда все спортсмены, которые выступают на Кубке мира и на Кубке IBU, когда эти спортсмены уезжают выступать за границу, то, конечно, уже интерес пропадает в Кубке России. И вот это, наверное, самое грустное.